Подзаголовок Семейная жизнь Лази и Кати Развод Илюша родился летом 77-го года. Следующей зимой я съездил к ним уже без тети Эллы. Илюше было полгода, они хлопотали вокруг него, Катя была по-матерински счастлива и по-особенному красива. Я много гулял по городу и сам, и с ними. Однажды поехал за город в лесопарк. Была чудесная погода, солнечно и безветренно, Морозец градусов 10. Я был хорошо экипирован, и зимний сибирский лес Мне понравился и запомнился. С погодой мне повезло. Это был февраль, снега за зиму намело, И я удивлялся, что на тротуаре возле общежития Приходилось нырять под косой трос, стянувшийся от столба, Чего я не помнил с предыдущего раза. Лишь потом я сообразил, что снежный слой поднял тротуар на добрый метр. Мне, Бакинцу, это было чудно. Я привык, что снег каждый раз таял и не накапливался за зиму. Еще на подлете к Новосибирску была густая облачность. Видимо, самолет долго не принимали, и он делал круг за кругом. Был полный туман. Во время одного разворота, когда самолет круто накренился в мою сторону, Прямо за моим иллюминатором вдруг выскочил из тумана Круглый черепичный купол оперного театра. Мгновение самолет набрал высоту, И нас снова окутал туман. В моем воображении промелькнуло про драконовую чешую вместо крыши В описании Иерусалимского храма из мастера и Маргариты. Лазя оказался хорошим отцом и безумно любил сына. Как-то он написал, что Илюша заболел. Это был сальмонеллез, причем в тяжелой форме. Была опасность для его жизни. Врачи сказали, что нужно прямое переливание крови. Лазя регулярно ходил в больницу. Подолгу лежал присоединенный к сыну и переливал ему свою кровь. Кто-то посоветовал рыбью икру. Ее было не достать. Кажется, тогда тетя Элла через каких-то знакомых договорилась, И мы с мамой ездили куда-то далеко, на окраину города, за паюсной икрой. Нам продали целый кирпич, в кавычках, килограмма на два, И мы его отправили в Новосибирск. Не представляю, сколько это стоило. Тетя Элла же за все платила. Когда Илюша было шесть, они приезжали в Баку. Я тогда уже был в Краснодаре и их не видел. Илюша прекрасно развивался. Как и Лазя в детстве, он очень рано начал читать. Моя мама с ним ходила гулять, и у них установили соотношения. Как-то раз они дошли до Арменикентского бульвара, и там Илюша залез на одно кривое дерево. Ему это понравилось, и он потом еще и еще просил пойти к тому «кривому дереву», в кавычках. Это мне рассказывала мама. Не помню, когда, возможно, именно в эти годы, Лазя как-то сказал. «Тека», так он с детства называл мою маму, «один из лучших людей, которых я встречал в моей жизни». Чувство стиля, привитое ему с детства, не позволило ему сказать «лучший человек». Это чувство стиля очень часто все портило. Никто же не требовал от него строгой объективности в этом вопросе. Но мы с мамой оба понимали, что на самом деле он имел в виду. Он очень любил мою маму. «Теку», как он ее называл. Еще через несколько лет, Лазя с Катей, наконец получили квартиру. Там я уже не был. А еще через какое-то время у них начало что-то происходить. Лазя написал, что Катя ему изменяет. В это невозможно было поверить, помня, какой она была в Баку, как относилась к Лазе, да и позже, когда я к ним ездил. Он писал, что изменяла она ему открыто, приводя любовников к ним в дом. Лазя ушел. У какой-то бабки он снял квартиру. Илюше тогда было уже лет десять-двенадцать. Они пришли к Лазе. Оба плакали, просили его вернуться. Лазя не смогу стоять. Не берусь никого осуждать. В чужих отношениях никто ничего не может знать. Но те Катины слезы, о которых рассказывала тетя Дорочка, да и самое начало, когда он в Жуковском рисовал мне в воздухе Катины кривоватые ноги, его отъезд в Петрозаводск без нее и ее отчаянный приезд к нему, все это говорит о том, что он так и не сумел преодолеть чувство превосходства над ней, снисходительный тон преподавателя к студентке. Так часто бывает, с годами один вырастает как личность, и другой все уменьшается в его глазах. Обида копится и выливается в открытый бунт. Не то ли постигла и наши с ним отношения? Возможно, впрочем, что я слишком смело переношу этот мой опыт на них. Когда грянули бакинские события, надо было что-то срочно решать по поводу наших мам. В городе было неспокойно, и оставлять и дальше их одних там было нельзя. Я все пытался дозвониться до Лази, но не мог. Я поехал в Баку и привез их в Краснодар. Оказалось, что Лазя был в командировке, кажется, в Бердске, тоже никак не мог дозвониться и сам ломал голову, что делать. Он тут же прилетел в Краснодар и забрал свою маму к себе. К тому времени у тети Эллы уже была деменция. Иногда ее разум прояснялся, и она что-то соображала, могла даже написать письмо. В одном из таких писем маме она сообщала, что чувствует себя там хорошо, что у Кати много достоинств. Летом девяностого, не дожив два месяца до своего восьмидесятилетия, она умерла. Пусть же земля ей будет пухом. Даже после Лазиного возвращения к Кате их отношения остались натянутыми. Думаю, они жили вместе только ради Илюши, и у каждого была своя жизнь. Много позже я получил тому косвенное подтверждение. Довольно скоро они расстались окончательно. Лазя получил комнату в общежитии, уже в третий раз. А квартиру они оставили Кате с сыном. КОНЕЦ КОНЕЦ